Следующий автор, о котором я хотел бы рассказать, это Герхард Альденбург. И здесь у нас представлены три очень интересных работы, да и в принципе его взаимоотношения с властью – это отдельный сюжет. Дело в том, что он не только подвергался критике и гонениям во времена национал-социализма, ему формально даже было запрещено заниматься искусством, но и даже после того, как национал-социалистический режим был свергнут уже в, по сути дела, демократической Германии, его работы по-прежнему вызывали отвращение, и со стороны властей он встречал очень жесткое противодействие участию в выставках, проведению своих каких-то акций. Здесь, мне кажется, у нас прекрасное произведение, которое отражает его реакцию. Как настоящая творческая личность, он вот это воздействие, это противодействие ему самому направил в том, чтобы художественно переработать и найти на этот ответ. Вот если вы посмотрите наверх, замечательная работа господин старший правительственный советник Баенс. Это и был тот человек, который по существу уже после 1945 года запрещал ему заниматься искусством уже в свободе Германии. Или такая очень экспрессивная работа, которая пытается переосмыслить опыт, испытанный им во время Второй мировой войны, как похороны Муссолини. Очень интересный автор, график, который сочетает и работу с линией, и абстрактной формой, но точно так же использует и цветовые пятна для того, чтобы привлечь внимание. Мне кажется, что вот это взаимодействие между художником и непонимающим его власти будет оставаться темой актуальной для современного актуального искусства и по сегодняшний день. Спасибо.